Добрый день, меня зовут Владимир Иванов. В этом ролике я хочу показать реализацию очень важного сценария управления проектом по контрольным точкам, который сделан на базе технологий облака Clarison. Причем даже не один сценарий, а целых два. Ну, в принципе, те, кто смотрели мои учебные ролики, либо презентацию на международной конференции в Барселоне, которые вы делали, в принципе, и также специалисты по очень дорогой системе HPPPM хорошо знают, что, в общем-то, это очень ценный сценарий управления проектами. Смысл его заключается в том, чтобы с помощью контрольных точек соединить между собой, вот я сейчас даже один из слайдов достал, отдельные планы проектов на разных уровнях. Значит, очень важный элемент, что к этим контрольным точкам, которые интегрируют между собой вот эти вот проекты, к ним должно существовать как минимум два стандартных еще процедуры согласования, то есть те, которые управляют их изменениями, ну, то есть переносят сроки, и те, которые отвечают за их статус завершения. Значит, в Clarison, в принципе, вот эта система их дорожных карт очень хорошо может визуализировать сами по себе контрольные точки. Вопрос стоял так, как можно сделать тогда вот стандартно средствами того же Clarison необходимый еще элемент для того, чтобы согласовывать перенос контрольных точек и подтверждать статус их исполнения. Плюс еще для этого нужно иметь графические некоторые KPI, которые нам показывают статусы, иначе разобраться обычно на практике в такой системе невозможно. Также я решил сделать полноценный КБ-пример, тот, который не только управляет еще самой по себе контрольной точкой, а еще внутри него находится очень важный сценарий, сценарий табелирования. То есть, учет рабочего времени и сдвиг контрольных точек на основании запросов, которые идут от рабочего времени. Ну и еще, как бы я вот в примере, который сейчас буду показывать, туда еще добавлена как бы совместная работа с документами. То есть, такой фактически полноценный сценарий. Единственное, что я, может, там консолидацию в портфеле проекта сейчас показывать не буду. Надо сказать, что до Clarison это было очень дорогие решения, то есть, как правило, они стоили очень дорого. В общем-то, это даже гордость решения HPPPM, потому что, ну, в общем-то, это как бы продукт, которым это является одним из основных сценариев его эксплуатации. На Microsoft Project это можно делать с помощью как бы ширипойнтовских воркфлоу, но вопрос гибкости, потому что стандартных как бы конструкторов, ну, как бы, которые позволяют привязаться к любому элементу с процедурами согласования у Microsoft нет, то есть, это Visual Studio, и, соответственно, даже те решения, которые мы делали, они обладали, скажем так, для пользователя фактически зашитыми процедурами согласований, то есть, их было никак не изменить. Вот, разница заключается в Clarison в том, что, поскольку у него есть интегрированные процедуры согласований, то это можно было сделать мастерами. Я вот собрал решения даже сложнее, чем и показывал в Барселоне на Clarison. Вот, и, в общем-то, мы сейчас посмотрим, как это работает. Значит, мне потребуется для того, чтобы показать, я сниму два ролика. Один ролик покажу сейчас как-то глазами пользователя, потом покажу, как это будет, уже было настроено, то есть, какие настройки были сделаны, чтобы всё работало. Значит, нам потребуется сейчас три фактически пользователя, через которых я проиграю, значит, всё решение. Значит, один пользователь у нас будет, ну, если вы будете как раз тестировать что-то в Clarison, то очень удобно то, что он, скажем так, в отличие от того же Microsoft, он поддерживает все браузеры полноценно, то есть, просто я в Internet Explorer открываю как раз за одного пользователя, в Internet Explorer будет работать у нас либо представитель проектного офиса, сейчас дайте подвину, чтобы больше помещалось, либо это будет у нас, ну, даже если это небольшая компания, то это сам руководитель компании, то есть, он будет подтверждать статусы контрольных точек и их переносов. Вот, я просто на него сейчас как на роли-то настраивал, но, в принципе, в Clarison перенастраивается это по-другому, я во втором фильме покажу как. То есть, первый будет отвечать у нас за контрольные точки и будет их фактически хозяином. Второй очень важный товарищ, это у нас фактически уже, ну, здесь я только что сейчас проигрывал пример другой, значит, это будет уже менеджер проекта, который, соответственно, будет у нас планировать сроки в своем проекте, назначать исполнителей, вот здесь вот у меня, видите, как бы исполнители, которым тоже сейчас тут играл, и, соответственно, вот эти вот контрольные точки, вот здесь вот даже вот из предыдущего примера у меня осталось, они находятся, на самом деле, под контролем вот этого как бы специалиста из проектного офиса, либо руководителя, то есть, фактически проект исполняется ради того, чтобы выполнить вот три вот этих основных контрольных точки, то есть, выполнить три основных продукта этого проекта, который в данном случае как бы здесь производится. значит, еще один, кто у меня здесь будет участвовать в этом деле, это будет у нас участвовать товарищ, который… ой, не туда нажал, он у меня будет… то есть, этот, кстати, менеджер проект у меня будет работать через Chrome, значит, соответственно, тот, кто у нас будет табелироваться, он будет у меня работать через Firefox, вот, то есть, я здесь ему тоже настроил как раз табель, и здесь мы еще поговорим, как сделать, значит, ну, скажем так, кастомизированное табелирование. значит, везде здесь уже видны всякие разные индикаторы, в ClareZone, в отличие от проекта, вы можете загружать свои собственные картинки, формулы здесь также в проект, как и в проекте сделаны, ну, похожи очень, значит, но они здесь погибче, то есть, соответственно, я здесь буду использовать специальный KPI, достаточно сложный, по статусу по срокам, то есть, на самом деле, сделать процедуру согласования, которая здесь галочка, ведь не очень сложная задача, вот, заставить это жить гораздо все сложнее, значит, для того, чтобы это срабатывало, и пользователи разбирались, что тут вообще происходит, вот, потому что согласование же может быть целое море, очень важно настроить KPI, я сделал один KPI довольно комплексный по срокам, который срабатывает как на уровне отдельных задач, так и выводит суммарный статус по всему проекту, также по выполнению один KPI, вот, ну, тут всякие у меня есть вспомогательные еще колонки, которые визуализируют фактически статус выполнения, мы посмотрим, как это будет во время, ну, как бы, примера, когда я буду показывать, будет работать, но очень важно еще раз могу сказать, это визуализация и наличие вот этих показателей эффективности, потому что они нужны и для анализа, и второй момент, чтобы просто разобраться в процедурах согласования, когда они находятся в стадии какой-то незавершенности, кто чего должен нажимать, чего тут вообще происходит, вот, потому что, допустим, самая простая реализация, которую я видел на ширипойнте, но они фактически были не рабочие, потому что пользователи, ну, как бы, называют эффектом ослепления пользователей, если у них нет очень хорошей визуализации, вот, типа, вот такой вот дорожной карты или таких очень понятных KPI, что здесь что-то не так, проще говоря, их делать это не так, кто чего не утвердил, кто кому чего не послал, вот, в общем-то, системой пользоваться нельзя, я здесь вот достаточно долго экспериментировал, мне кажется, что достаточно такая интересная настройка получилась, опять же, исключительно настройками стандартных мастеров Clarison здесь не использовалось программирование вообще, то есть я даже программистов не звал, все это было сделано исключительно мной сами. Так, ну вот, короткий такой introduction, ну, давайте, как бы, теперь поиграем. Я буду еще рассказывать о некоторых беспрактиках, ну, создадим просто новый проект, то есть, в принципе, по сценарию мы создаем просто новый проект, сейчас я его создаю, значит, сейчас я лежу в хроме работаю, так, надо здесь ввести, это будет, как мы его назовем, программа, ну, точки назовем, неважно, как бы, будем программировать что-то, точки какие-то странно звучат, ну, разработка программы наберем, разработка программы. Покажу на примере IT-проект, потому что он, в принципе, большинству всем понятен, как бы по IT-проекту ведет любая организация, хотя, в общем-то, методология контрольных точек, она очень хороша для любой, как бы, проекта, где управляются группы людей. Ну, типичным примером является, скажем так, это проект, ну, скажем, по проектированию, там, по дизайну, то есть, фактически, везде, где работают группы специалистов. Ну, вот, я сейчас создал пустой здесь проектик себе. Значит, важный очень момент сразу же в кларизане, если вы, как бы, система изначально уже ориентирована на управление контрольными точками. Вот, то есть, конечно, без профессионального консультанта, как я, который настраивает здесь процедуру согласования KPI, KPI вот эти у вас не будет, и процедур согласования не будет, и даже и стабилированные сроки переноситься не будут. Но, тем не менее, вся визуализация уже готова. То есть, остальное-то, как бы, покликает по галочкам, как говорится, профессионалу, и все появится. Значит, важно поэтому, такая безпрактика здесь есть, значит, создавайте фазы проекта, как контрольные точки. Вот, то есть, сразу же на верхнем уровне. Это отличие, как бы, от Microsoft Project, тогда у вас будет очень хорошая дорожная карта проекта, и легко очень, как бы, управлять потом статусом этих точек и все остальное. Для контрольных точек есть шаблоны. То есть, еще раз, отличие какое, допустим, сравнится с Microsoft Project. Там это просто точка, а в Clarison она может быть гораздо сложнее. Она может, фактически, быть несколько привязанной, то есть, она как этап работ, может быть, к которому привязан, как бы, состав задач, которые надо выполнить. Поэтому даже шаблоны для контрольных точек могут быть. То есть, те действия, которые нужны, чтобы выполнить эту контрольную точку. В принципе, я поддерживаю очень грамотно методологически, потому что, по большому счету, здесь делается не Word Breakdown Structure стандартная, а Product Breakdown Structure, как методологии Prince. То есть, сначала формулируется достижение проекта, по сути дела, и сроки, которые стоят. То есть, контрольные точки это продукты проектов, на самом деле. Вот. Но еще раз, я просто рекомендую как раз начать с того, чтобы положить на верхнем уровне вот эти вот контрольные точки. Ну, давайте. Сначала мы разрабатываем техническое задание. Сейчас вот у меня уже начнут срабатывать KPI. Видите, он появился такой злой у меня зелененький арбузик. Он показывает мне то, что я создал контрольную точку, но на текущий момент она не утверждена у меня на уровне проектного офиса. Это очень важный момент, что, соответственно, как только она будет утверждена, она начнет мониториться. Вот. И сейчас она по большому, практически эта точка у меня, ну, в моем сценарии сделал так, что ее может создавать контрольные точки сам менеджер проекта, но они все сразу же автоматически переходят под контроль проектного офиса. То есть, она сейчас уже ожидает своего подтверждения. Но я сначала должен распланировать некоторый план сделать, который будет за ним стоять. Ну, давайте сначала как бы точки создам все. В принципе, если готовы шаблоны по контрольным точкам, то, соответственно, вы можете уже вставлять как бы сперечную задачу. Так, ну, значит, ТЗ, дальше будет программирование. Я сейчас без шаблонов сделаю, чтобы было просто понятно, как это делается. Дальше тестирование. Ну, в общем-то, стандартная перечень некоторых действий. Здесь вот уже видно, что у меня начинают постепенно срабатывать KPI. Значит, как я тут сейчас сделаю визуализацию всего этого? Значит, поскольку тут сейчас появится целое море согласований, в принципе, это будут всего лишь клики вот здесь вот. Ну, то есть, все это очень просто пользоваться. Самое главное, чтобы программа быстро и понятно сообщала, что здесь что-то происходит. Видите, во-первых, сделан интегральный KPI. То есть, вот видите, вот срок, мало того, что он сейчас показывает у меня по точкам, видите, что с точками у нас не так. Вы можете здесь вот раздвинуть, и он говорит, утвердите дату. То есть, вы сделали точку, она еще не подтверждена наверху. Есть разница с базовым планом. Базовый план, это, в принципе, для менеджера проекта. Контрольная точка, ее перемещение отдельно само по себе, она как бы фактически как собственным базовым планом живет. Поэтому, это вот такой вот важный момент, что фактически статус точки, который сейчас, ее нельзя как бы сдвинуть. Значит, сдвинуть можно, но утвердить надо этот сдвиг. Следующий момент, очень важный, это называем интегральным кипяем, тот, который, видите, общий статус проекта показывает. То есть, он показывает, что у тебя там сразу же целый набор есть проблем внутри. То есть, соответственно, я могу сразу же понять, что этот проект нуждается в множественных выверждениях. У меня поэтому по суммарным задачам и проектам вот этот вот индикатор срабатывает, как бы наверху, показывая статус вообще того, что внутри находится. Это очень удобно для отчетов, но и для анализа, когда очень много всего. Так, давайте я распишу состав задач. Так, ТЗ, допустим, сначала мне нужно сделать обследование. Так, сдвинемся. Потом, значит, написание ТЗ. Так, дальше, программирование. Допустим, у нас будет расчеты какие-то. потом у нас будет интерфейс. Тестирование. Значит, в тестировании это, допустим, модульное тестирование. Ну, как бы здесь видно, что все так же, как в project делается. Модульное тестирование, интеграционное тестирование. Так, ну, здесь какие-то сроки поставлю сейчас. Значит, обследование у меня там 5 дней, 5 дней. Значит, расчеты у меня будут идти. то есть, программирование расчетов тоже 5 дней, интерфейс 5 дней. Значит, модульное тестирование у меня будет. Ну, давайте по 5 дней все сделаю, без разницы. Так, ну, давайте я связи теперь поставлю. Так, обследование после написания. Значит, программирование, предположим, параллельно. Модульное, интеграционное идут друг за другом. И теперь поставлю связи между еще точками. Я Ctrl F2 нажимаю, как в Project, чтобы связать задачу. Так, ну, давайте я сейчас посмотрю диаграмму Ганта. Следующей версией Clarison, там будет уже интерактивная диаграмма Ганта, которая сейчас вот выйдет шестерка. То есть, там она сразу же на лету будет показываться, ну, как пользователи Project привыкли. Ну, это у меня обычный план. В принципе, диаграмма Ганта нужна в момент, когда связи рисуешь. При отслеживании проекта она уже не настолько важная как бы становится. Так. Значит, вот, соответственно, что мы получили с вами. Мы получили с вами дорожную карту, достаточно хорошо показывающую. Вот у меня три точки. Техническое задание, программирование, тестирование. Видите, как хорошо, когда, если ты их выносишь наверх, все сразу уже удобно. Теперь. В принципе, вот я сделал первоначальный план. Уже есть у меня какие-то сроки. Значит, соответственно, теперь хорошая как бы задача утвердить эти сроки, чтобы у меня появились уже какие-то предметные обязательства по их выполнению. Для этого нам нужно пойти в наш проектный офис. Ну, проектный офис, допустим, человек, который в нем сидит, он открывает... В принципе, здесь можно настроить уведомление по почте. Ну, я, в принципе, через отчет это буду делать. Вот, допустим, отчет я сделал контрольной точки, в которой нужно утвердить сроки. Ну, у меня тут будет сейчас несколько примеров, где я работаю. Так, вот разработка программы. Видите, это у меня сразу же вот эти вот три пункта. Сразу же система поняла, что у меня есть три точки, которые, в принципе, не утверждены. Вот, кстати, я обращу внимание, что здесь я уже настроил права. Давайте вернусь сюда. Вот, видите, есть утвердить дату у меня кнопочка. Опс, попробую сейчас нажать. Видите, у меня сразу же говорит, что ничего у меня не выйдет. У меня нет прав как бы утверждать контрольные точки. Так, попробуем пойти теперь от лица того, кто имеет такие права. Так, это мы уберем. Так, значит, это мы закроем. Ну, и утвердим их. Раз, два, три. Ну, видите, сейчас, как бы, все они превратились в такую пиктограмму довольного смайлика, и здесь, соответственно, программа запомнила, в том числе, запомнила, в том числе, утвержденные даты. Значит, я по своему опыту, кстати, не стал блокировать изменение, как бы, точки самой, чтобы можно было легко это делать. Она просто будет сигналить, что она в неутвержденном состоянии. В противном случае, просто по своему моему опыту, созданию таких решений на базе ширипоинта, ну, как бы, там не очень удобно пользоваться просто программой. Можно заблокировать, конечно, вот, но просто гораздо легче, как бы, все переделать, потом разом утвердить. Вот. Так, ну, пойдем дальше. Так, единственный момент здесь, ну, естественно, как бы, здесь программа-то не видит, что с той стороны у меня уже перерисовалась, страничку перегрузить надо. В принципе, спустя какое-то время он сам перерисовывает, но, естественно, он не будет без конца обновлять страницу, потому что это, как бы, нагрузка будет просто большая. А сейчас я работаю через Yotel, ну, то есть, в принципе, через мобильный интернет. Вот. То есть, можете посмотреть, как это сейчас все выглядит. То есть, на вход у меня где-то сейчас мегабит реально, на выход где-то порядка 100 килобит. Вот. Ну, в общем, как бы, посмотрим, как бы, как тут все функционирует, фактически, в условиях мобильной связи. Так, давайте я назначу теперь исполнители. Такс. Где-то тут у меня был... Вот я создал пользователя, который у меня Вадим. Так, я назначил. Так. И вот назначил тоже на задачу. Значит, для того, чтобы они появились в табеле, нужно, как бы, в Microsoft Project Server делается публикация, в Clarison делается активация. Вот. Причем, в Clarison, как правило, по несколько, ну, отдельные только задачи активируются, а не целиком. Это, кстати, удобно тому, кто заполняет табеля, потому что, соответственно, они, как бы, не видят лишней задачи. Намного легче. То есть, видите, вот к этим этапам следующим мы не приступили, они их видеть не будут. Это хорошо на самом деле. Потому что даже вот сейчас я покажу, например, табеля, и будет понятно, что это не такая-то все, это простая задача. Так, пойдем мы там, кто табелируется. А табелируется у меня человек, который сидит в Firefox. Так, ну, сейчас я перегружу себе. А, хотел показать еще одну вещь. Ну, ладно, сейчас, пускай он загрузится, посмотрим. Ну вот, вот разработка у меня здесь должна быть программы. Вот тут идет проект разработка программы. В принципе, здесь также можно создать фильтр себе, если я захочу. Вот. Ну, или отсортироваться. Так, вот разработка программы. Значит, смотрите, как здесь очень важный есть момент. Тут пользователи Microsoft Project Server очень жалуются, что после 2000, ну, как бы, этого самого третьего, где была видна структура работ, соответственно, Microsoft это убрал. Если особенно используешь шаблоны, то все ужасно. Вот видите, у меня есть одно обследование, второе обследование. В Project Server это будет, как бы, одинаковое название. Можно запросто начать писать часы из табеля, не туда совсем. Значит, в Clare, за нестельщие версии, там будет сделано древовидное тоже, как бы, нотображение, то есть, это будет удобно. Но, в принципе, сейчас эта тоже проблема решается очень легко. Вы можете вставить колонку Project, потом вставляется колонка, ну, в принципе, даже и в Project Server порой вот эту колонку сделать нельзя. Это вот этот самый, как бы, мейлстоун, который ты там работаешь. Даже если вы напишете несколько уровней задачи, вот, он здесь выглядит, относительно какой контрольной точки идет исполнение. Ну, вот. Как правило, когда ты вот этих полей Project и, ну, как бы, контрольная точка, которую мы сейчас, ну, проходим, их достаточно, и название задачи достаточно понятно тому, кто заполняет табель, к чему это относится. Ну, значит, я здесь, это не стандартный табель, я его тут переделал по-всякому уже. Значит, что я тут сделал? Значит, во-первых, я сделал тут возможность просить перенос срока, в том числе он автоматически определяется по табелю. Вот. То есть, я могу попросить сдвинуть задачу. Значит, второй момент, что тут я еще сделал? Я сделал так, что процент исполнения здесь считается не на основе часов, потому что это полная, конечно, чушь, как это делается по-стандартному, потому что, ну, она просто считается на основе часов. Я там заложил просто критерий, что если начали работать там 30%, потом, если уже готово почти, то 80%, когда готово, там 100%, то есть, там немножко параллельно идет. Вот сделал галочку «Сделано для этого», на которую, как бы, система сама здесь реагирует. Значит, еще какую штуку я сделал, вот это очень дешевая лицензия у Clarison, она стоит всего 10 долларов, значит, но при этом она практически имеет функционал как Project Call, ну, то есть, и SharePoint Call вместе взятые. То есть, я здесь могу делать всякие workflow решения. Видите, даже сюда вот вывел эти KPI-индикаторы, вот, но, значит, мне потребовалось про тут похимичить для того, чтобы, ну, то есть, в принципе, без дорогой лицензии Clarison, сюда вывести работу с документами. Ну, давайте я покажу сейчас дело. То есть, например, если менеджер проекта, вот он назначил, что ты будешь заниматься у меня долгообследованием, он хочет туда прикрепить документ теперь, в котором будут какие-то там, соответственно, у нас задания. Сейчас какой-нибудь документ тут прикреплю. Так, ну, что было тут прикрепить? Ну, 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 даже не знаю, что тут прикрепить такого. вот какая-то там услуга для теста. Пусть будет. Не знаю. Так, сохраним. О, черт, как бы забыл нажать галочку. Значит, документов здесь может быть несколько. Значит, важный здесь момент, что если вы хотите, чтобы документ был виден в табеле, это не стандартный функционал. Это я настроил. Почему здесь программирует? Видите? Нажимаешь галочку «Передать в табель». Значит, в этом случае, как бы, он будет доступен уже через табель. Соответственно, как бы сотрудник, который исполняет, для него, ну, может пользоваться этим документом. Как он может им пользоваться? Давайте, я сейчас пойду сюда, где мой Firefox, и загрузим страничку. Я сделал такое волшебное поле, как бы, которое к задаче выводит. Все, вот видите, вот, допустим, разработка, вот обследование, вот он, этот документ. Если я щелкну, он выгрузится из хранилища. Ну, там какой-то Excel будет. Что-то у меня там есть. Значит, ну, не важно даже. и, соответственно, как бы, если вам нужно передать документ или задание, вот так вот, как бы, можно это сделать. Вот, при этом мне пришлось, конечно, тут устроить некоторые трюки. потому что по умолчанию нужно покупать, как бы, ну, более, там, мощную лицензию, хотя она тоже у Clarison стоит, там, на фоне Microsoft, конечно, какие-то копеечки. Так, значит, давайте теперь посмотрим, как бы, как мне тут теперь делать. Ну, то есть, вот 30-го, 12-го, меня тут ожидают, что я вот завершу эту работу. Сейчас, я начну тогда просто по ней сейчас писать часы. Ну, допустим, здесь я работал 2 часа. Значит, соответственно, ну, здесь свертаем у меня будет. Здесь я, допустим, хочу вписать, что 4 часа работал. Сейчас он мне не даст. Видите, значит, очень полезная штука. В некоторых случаях это сделано через партнерские разработки у Microsoft, но штатного такого функционала нет. это комментирование. То есть, можно комментировать, но более того, я поставил правило, что если это сразу же много часов пытаешься списать, ну, 3 часа, например, я поставил, то комментарий становится обязательным. То есть, ты в табель не сможешь ввести. Потому что там будет по 8 часов писать, что там делали, никто ничего не пометал. Вот. Вот, допустим, я сейчас введу, что тут потратится еще там 3 часа, 4 часа точнее. Скажу, что там много работал. Работал заказчик, звонил. Вот. Эти комментарии очень ценны при приеме табеля, потому что все эти восьмерки, это ни о чем, можно не писать. Там можно сидеть, там тетя Дуся, заполнять эти восьмерки за всех. Совершенно как бы это ни о чем не говорит. Значит, какой я тут сделал еще функционал дополнительный, вот, допустим. Это срабатывание автоматическое на, как бы, соответственно, перенос срока. Вот, допустим, видите, второго числа здесь там пытаюсь что-то еще поделать. Нажму. Автоматически, видите, начинает появляться здесь уже запрос на перенос, как бы, срока на следующий, как бы, этап сам по себе. Сейчас, давайте я здесь зайду в систему еще. Что здесь я хочу еще показать? Значит, я хочу здесь еще показать, что, в принципе, пользователю, который заполняет табель, ему доступна карточка задачи. Я могу, ну, как бы, стандартные поля почти все заблокированы. Вот. Поля, которые пользовательские, вот я здесь вот создавал, вы сами можете устроить по ним какие-то параметры. правила. То есть, еще раз, в том числе, сделать вот такие хитрые, как я, вот, допустим, открывая документы, уже конкретные. То есть, в принципе, еще раз, это не просто, как бы, интерфейс для табелирования, там, за 10 баксов. Это фактически полноценное рабочее место для участия в разнообразных процедурах согласования, документооборота. Причем, как бы, табелирование, это просто часть его. В некоторых случаях, я думаю, даже без табелей будет работать, а просто будет здесь важна вот эта сама структура задач, на которой все это происходит. давайте я это утвердю, как говорится, теперь все наши тут замечательные табеля. Там, где стоят у меня уже зелененькие, это предыдущее утверждение делал. Там, где вот эти вот галочки стоят, видите, это уже предыдущий комментарий написан. Так, запросим подтверждение. Ну, в Кларизоне, как и в Project Server, достаточно гибко сделано подсадовое утверждение. Может менеджер проекта проходить, хозяину ресурсов. Ну, я на менеджера все сделал. Так, сейчас. Значит, мне нужен теперь табелирование трудозатрат. Надо принять этот отчет от исполнителя. Так, ну, вот у меня, кстати, видите, за два дня тут писал. Вот у меня два штабеля. Ну, я могу их открывать, в них ходить, смотреть, что там такое. Вот, то есть, что он там записал, что он там не хотел этим сказать. вот, то есть, вот табель. Вот видны как раз часы, которые мне пытаются подать на утверждение. Видите, вот много работал там он. Утвердим. Значит, важно здесь, какой момент есть. Сейчас вернемся назад. Значит, так же, как и в Project Server, табелирование, ну, сделано по американскому, как бы, образцу. там табеля оторваны от проектов, по умолчанию. Ну, смысл заключается в том, что американцы используют классический двойной бухгалтерию времени. То есть, часы, которые они фактически списывают в бухгалтерию, ну, и в ERP-системы, как учетные. Почти всегда отличаются от реальных часов, которые принимают менеджеры. В принципе, этот разрыв сделан и в Project Server, от чего у нас в России там все сходят с ума. Такой же разрыв сделан и в Clarison. Вот. То есть, в принципе, в настройках надо по умолчанию включить, что они связаны между собой, ну, и в Project Server также надо делать. Вот. Но, чего хорошо, в Clarison можно настроить сразу же правила Workflow, которые обрабатывают там разнообразные ситуации. То есть, как вы хотите, чтобы этот табель повлиял на ваш проект, когда вы его заполняете. Вот. То есть, как правило, с табилированием что-то надо делать. Потому что стандартно, если вы не будете настраивать в Clarison правила обработки табелей, то, в принципе, оттуда только, ну, фактически выполненные часы пройдут, и все. Вот. А можем много чего гораздо более интересного наделать, вот как я сейчас показываю, там, участвовать в документообороте со своим менеджером, там, статусы задачи присылать, всякие вещи выполнять можно. Так. Вернемся к нашему проекту. Так. Ну, экранчик у меня тут маленький, сейчас специально под запись сделан. Я здесь уберу. Вот. Значит, что у нас здесь получилось? У нас получилось то, что, видите, вот как раз автоматически я посчитал, что это 30%. То есть, я отказался от стандартного расчета процента завершения. То есть, если начали задачу, сразу 30 ставлю. Потом, ну, как бы градацией переключаюсь. Можно по-другому сделать, но просто, как бы, ну, это так не захотелось. Значит, теперь, видите, он мне сразу же показывает, что у вас, видите, кстати, интегральный показатель работает. Видите? Он показывает, что во всем проекте что-то у тебя не утверждено. Вот такой смайлик с вопросом появился. Значит, что-то у тебя внутри этой точки не утверждено. Видите? Поэтому очень легко можно найти те задачи, которые требуют утверждения. Значит, у меня пришла новая дата. Видите, вот из стабеля как раз попросили перенос срока с 30 декабря на 2 января. Для того, чтобы мне его утвердить, мне нужно нажать вот эту вот галочку «Утвердить». Все, утвердилось. Вот. Кроме того, в принципе, у меня должны были из стабеля прийти часы. Сейчас вот ресурсы нажму. Вот. Видите, 12 часов мне уже пришло исполнение из табелей. Как бы поступило в качестве информации. То есть, соответственно, так же, как в Project Server будут рассчитываться там фактические трудозатраты, фактическая стоимость по ставкам. Здесь, правда, гораздо гибче сделано в Clare. Здесь больше шкал всяких затрат, и всего прочего понаделанного. То есть, я могу даже по двум ставкам считать. Одну как бы наружу, одну вовнутрь. Вот я сейчас показывать не буду. Я сейчас показываю как раз как процедура согласования здесь делается. Так, значит, единственный момент. Здесь надо учитывать в Clare, что если вы делаете процедуру согласования, которая переносит даты, вот я сейчас дату перещокнул, то, значит, немоментально это отображается. Может потребоваться как бы соответственно перезагрузить страничку, как я сейчас сделаю. Смотрите, интересный момент. Видите, у меня опять появились такие злые эти арбузы в виде как бы мордочек. Почему появились? Потому что я сдвинул задачу на три точки. Давайте я открою диаграмму Ганта. Еще раз покажу. Очень реалистичный сценарий сейчас отработал сразу же. То есть, исполнитель попробовал перенести задачу на критическом пути. Вот. Вот критический путь даже могу включить. Видите, ну они у меня здесь практически все лежат на критическом пути. Так вот, значит, автоавто сразу же поплыли контрольные точки. То есть, он попробовал сдвинуть только лишь ТЗ, но поскольку это критический путь поплыло программирование, поплыло тестирование, все это пробежалось по связям, и мои волшебные KPI, которые я сделал, они сразу же это сообразили, что это все совсем плохо. И видите, как бы нужно теперь проектному офису или хозяину контрольных точек это переутверждать. Потому что все его сроки они сдвинулись. Вот. Давайте опять вернемся к нему. В принципе, он может это увидеть и в отчетах. Вот. Потому что они снова сдвинулись. Ну, либо я сейчас не буду отчет открывать, может, смотрели. Либо он просто может сразу же в проекте это увидеть, если он его открыл по каким-то причинам. так. Так-так-так. Ну, давайте сейчас тогда утвердим это. То есть, по большому счету, он может посмотреть, что здесь происходит, почему, собственно, полетели сроки проекта. Ну, в принципе, здесь я не сбрасывал автоматические галочки. Там, по ряду причин, просто по безопасности, когда я делал этот самый, ну, сам по себе процедуру утверждения, ну, сейчас не буду тратить просто на это время объяснять, там гораздо легче, чтобы проходил каждый день специальный процесс, исследовал эти задачи, которые не утверждены, и их сбрашивал. Ну, поэтому я сейчас сбросил их вручную. Вот. Если бы я их сбросил сейчас немедленно автоматически, там появилась бы лазейка в безопасности менеджер проекта бы смог бы это, ну, как бы, отменять. Ну, детали. Сейчас не буду вникать. Сейчас просто поставлю согласование все. Так. Ну, вот, вроде согласовал. Так, что-то у меня тут правда какая-то хитрость еще есть. Ну, ладно, посмотрим. Наверное, у меня просто еще не утвержденный какой-то элемент остался. Ну, да. Ну, вот в кларизане есть такая хитрость, она в реальной ситуации практически не мешает. Она, кстати, есть же в SharePoint, только там в более жестоком образе. Дело в том, что когда система workflow, они многопользовательские все, и в принципе рассчитывается, что не происходит такой ситуации, что вот я вот щекнул, сразу же там пошел, кто-то утвердил через секунду в проектном офисе. Они с некоторым запозданием переключают статусы. Кларизане это все-таки несколько секунд может занимать вот это вот обновление. В SharePoint, там, вообще люди запускают отдельные процессы, там по 30 секунд можно ждать между шагами. Поэтому здесь надо иметь в виду. Но просто еще к тому, что все-таки вот эти все KPI, там и статусы, во всех системах, которые в мире есть по документобороту, они видят некоторый лаг. Но можно на достраницу перегрузить и как бы вот как я сейчас сделал, ускорить процедуру. Так, вы видите, кстати, точка пошла исполняться, потому что из табелей стала поступать все-таки информация. Давайте поиграемся дальше. Значит, мы фактически сейчас прошли очень важный бизнес-процесс, то есть я утвердил перенос срока из табеля, вот когда я сюда галочку поставил, потом мне менеджер сверху утвердил изменение еще плана, заметив это. Теперь давайте посмотрим, как у нас будет с workflow по... Сейчас вот только я перегружусь здесь. как будет у нас с workflow идти по утверждению статуса задач о том, что не выполнено. Так, ну видите, тут все нормально тоже стало. Так, вернемся к нашему товарищу Firefox, который у нас здесь заполняет как бы исполнение. Вот. В принципе, он может просто поставить как бы галочку сделано. Я заблокировал возможность ему поставить процент, потому что он может написать 100%, а в реальности он ничего не сделал. Вот. То есть, очень важный момент, который я считаю в менеджер-мейл-стоунс, то есть, в управляемых контрольных точках, что любые попытки сдать работу они должны все-таки получить подтверждение с другой стороны. То есть, когда тебе 100% там приезжает как бы автоматически из табеля, ну, это все несерьезно на самом деле. Вот. Еще должны подвержаться отдельные контрольные точки. Вот. То есть, вот это, конечно, преимущество как бы системы с workflow как бы типа Claris'а наше, что здесь достаточно легко это реализовать. Вот. Причем без программирования. Ну вот, я сделал галочку сделан для этого. Отмечу, что вот как бы разработка у меня этого ТЗ на обследование и я его завершу. Вот. У меня тут сразу же, видите, появился, значит, индикатор такой с пальчиками вверх, что я типа сделал. Ну, мало того, что я говорю, сделал. Я, может, ничего не обследовал даже еще. Либо заказчик недоволен. Так, загрузимся. Ну вот, у меня сразу же, видите, опять, еще раз обращаю внимание, как важно иметь сводный индикатор. Видите, он говорит, что у тебя внутри есть работы, которые исполнители говорят, что сделали, вот, а ты еще не подтвердил их. Вот. То есть, соответственно, открываю этот ТЗ. Вот, видите, у меня даже, опять же, текст там даже сделан. Запрос на завершение пришел. То есть, мне говорят о том, что я сделал, как бы. Я специально это разорвал с табелями, то есть, потому что табеля принимаются как бы еженедельно. Значит, запросы на завершение можно как бы принять немедленно. То есть, в тот момент, допустим, посередине недели, если он пришел сразу же. Так, вот галочка сделана. Значит, соответственно, на уровне задач я имею право поставить, что не выполнено. Вот, выполнено. Видите, вот сто процентов выскочил. Значит, ну давайте вот написание ТЗ, я тоже сейчас по нему пройду, как бы, поставлю галку, что он сделал через табель. Так, написание ТЗ. У меня, по-моему, на следующей неделе должно быть. Так, вот, написание ТЗ. Ну, какие-то там часы введу. Ой, вот, видите, говорит, пиши комментарии, нельзя. Четыре часа, глава один. Так, четыре часа, там, глава два. Ну, предположим, счастливым образом я это дело завершу. вон у меня тоже появилась здесь галочка, что я это сделал. В принципе, сейчас обработаю без табеля даже, потому что, как будто посередине недели мне пришли вот эти данные об исполнении. Вот, то есть, статус исполнения у меня будет срабатывать более мобильно. Так, ну, я сейчас перезагружаюсь, а в принципе, вот как я вначале показывал, для этого можно использовать отчеты Кларизана по статусам и также рассылки, которые делаются о том, что что-то там происходит. вот видите, вот еще одна пришла. Давайте я тоже скажу, что сделано. Вот, значит, соответственно, щелкнули мы это все. Значит, теперь давайте попробуем сказать, что у меня завершена вся контрольная точка. То есть, я ее тоже сделал всю, целиком. Сейчас, кстати, дайте-ка посмотрим. Ну вот, на контрольной точке у меня уже автоматический статус пришел, ну, просто я ускорил обновление. Значит, я тоже поставлю галочку, что я считаю, что все сделано, то есть, ТЗ готова у меня. Вот. У меня, соответственно, значит, повис запрос на, как бы, исполнение. Вот появился теперь зелененький арбузик на выполнение. Соответственно, идем опять со стороны того, кто работает уже как хозяин всех контрольных точек, то есть, результатов непосредственно. Он не принимает отдельные задачи, но ключевые, как бы, работы по проекту он принимает. Вот. Вот он видит то же самое, что у него вот эта точка не принята еще ТЗ. То есть, она требует подтверждения статус щелк. Ну вот, все. Вот теперь, как бы, полностью, понятно, что мы прошли полностью весь цикл. То есть, оттабелировались, попереносили сроки и подтверждали между собой. То есть, вот этот вот статус вот этой контрольной точки, таким образом, он абсолютно гарантируется, что он правильный. Вот. А сейчас в следующем фильме покажу, как все это было настроено. Он заметил, как... Скрипт, ancем.